Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. И говорить сегодня будем о мошенниках, ну или точнее о тех, кто, собственно, пытается навязать свои услуги тем, кто еще не решил, что делать со своими пенсионными накоплениями. Сегодня у нас в гостях находится Елена Геннадьевна Дорофеева, начальник отдела организации учета процесса инвестирования отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области. Здравствуйте, Елена Геннадьевна! Здравствуйте! Елена Геннадьевна, вообще мошенниками, понятно, сложно назвать тех, кто, собственно, официальными органами мошенникам не признан, но, тем не менее, есть такая вещь сейчас, и очень часто с ней сталкиваемся, даже я в своей жизни столкнулась уже, что активно навязывают куда-то вот, собственно, эти накопления, которые у нас начисляются, куда-то вот их в другое место перевести из пенсионного фонда. Ваш взгляд вообще на это? Как вы к этому относитесь? Ну, как ни странно, действительно, по квартирам ходят представители негосударственных пенсионных фондов. Сами НПФ, они уже вошли в систему гарантирования, то есть они имеют соответствующие лицензии, имеют право работать с пенсионными накоплениями граждан. Ну, видимо, где-то не с такой уж, как хотелось бы, ответственностью отнеслись к кадровым вопросам, потому что набирая таких агентов, которые обманным путем подписывают договора с нашими гражданами, я, наверное, могу спокойно приравнять к мошенникам. Ну, вот смотрите, действительно, часто слышат люди, которые вот сталкиваются с такими агентами, фразу о том, что если ваше накопление вы никуда не переведете, то они обязательно сгорят. Объясните, так ли это на самом деле? Ну, никуда пенсионные накопления не денутся, если они уже есть у гражданина, они будут инвестироваться там, где сейчас находятся, либо будут переведены по желанию гражданина в другой негосударственный пенсионный фонд или в управляющую компанию. Ну, а вообще, в чем тогда интерес вот этих вот, собственно, людей, которые ходят по квартирам, почему они так настаивают? Ну, дело в том, что они за каждую подпись получают деньги, то есть они так зарабатывают деньги. И обманным путем, говоря неправду нашим гражданам, они переводят их в негосударственный пенсионный фонд и за это получают зарплату. Ну, понятно, что обмануть людей достаточно легко, особенно наших легковерных пенсионеров, которые попадаются всегда. Вот как понять, как отличить перед вами честный, добросовестный сотрудник или же вот человек, который говорит вам откровенную неправду? Ну, в данном случае, как раз наши пенсионеры здесь защищены, потому что они не вызывают интереса у этих представителей НПФ, потому что у пенсионеров, как обычно, пенсионных накоплений нет. То есть их больше интересуют те, кто моложе? Молодежь, 1967 год рождения и моложе. Они даже, когда заходят в квартиру, они сразу спрашивают, сколько человек вот такого возраста проживает в квартире. А, даже так, то есть абсолютно адресно так. Вообще, могут ли они какой-то вред нанести? Вред, ну, здесь нужно смотреть, если не государственный пенсион, в котором уже находится гражданин, приносит большую прибыль, чем тот НПФ, какой представляет данный мошенник, я как уже сказала, да, тогда, конечно, здесь вред может быть причинен, потому что здесь теряется доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Кроме того, у нас теперь НПФ могут принимать от граждан не только договора, но и заявления, и от их имени в электронном виде направлять их в пенсионный фонд. Вот здесь тоже очень рискованно, потому что этот документ, он не имеет даты, а это очень важно. Если человек все-таки потом передумает переходить в этот НПФ и придет в пенсионный фонд подавать заявление, чтобы остаться в пенсионном фонде или в том НПФ, в котором он уже есть, здесь большую роль играет дата подписания документа. Ведь в электронном виде они могут подать заявление намного позднее, чем та дата, когда человек пришел в пенсионный фонд, чтобы изменить свое мнение. И будет более позднее заявление, то первое, которое НПФ взял в электронном виде. То есть, смотрите, я поняла, Елена Геннадьевна, что если вам предлагают, а давайте мы за вас и заявление в пенсионный фонд отправим, то вот, собственно, даже если вы там где-то думаете и решаете, ну хотя бы сами потрудитесь, отнесите заявление и проверьте за это время, а все ли в порядке с этим фондом. Да, хотелось бы еще предупредить, что данные представители, если они планируют подать от вас заявление в электронном виде, они будут предупреждать, что вам придет СМС с каким-то паролем, мы вам перезвоним, вы нам продиктуете этот пароль и тем самым поможете нам передать заявление в пенсионный фонд, чтобы вы не ходили пешком никуда. Вот такая как бы услуга, но тем не менее она чревата тем, что человек все-таки не сможет выразить своего окончательного мнения. Вот смотрите, все равно продолжая разговор о том, как отличить добросовестного агента от недобросовестного, да, вообще о чем должны информировать агенты перед подписанием договора, что они обязательно должны сообщать? Ну, как обычно, представители НП всегда оставляют какие-то буклеты, какую-то информацию вообще о пенсионных накоплениях, что можно с ними делать. Но мало кто о них говорит о том, что для того, чтобы обратиться уже за пенсией, за назначением пенсии в этот НПФ, придется пойти к нотариусу и заверить все документы, которые необходимы для подачи такого заявления, отправить их по почте и, ну, как минимум, заказным письмом. Вот об этом они умалчивают. Умалчивают, как правило, да? Да. Ну, это основной действительно такой фактор-то. Это не так просто сделать, как кажется. Правда ли, что те, кто сейчас переведет свои накопления, потеряют определенную часть из этой суммы или нет? Действительно, с этого года у нас есть два вида заявления о переходе. Это обычное заявление о переходе, которое рассматривается через пять лет с даты подачи. И есть заявление о досрочном переходе. Вот как раз заявление о досрочном переходе, оно подразумевает потерю части инвестиционного дохода, который заработали ваши средства. Дело в том, что давно уже мы к этому шли, и НПФ также выражали свое недоумение, когда человек, год пробыв у них, уходил в другой НПФ, не дав поработать деньгам и заработать какой-то инвестиционный доход. Вот поэтому было принято законодательно, что переходить лучше не раз, не чаще, чем раз в пять лет из одного фонда в другой, чтобы деньги успели поработать и заработать доход. Елена Геннадьевна, вот смотрите, вот те, кто сейчас подписывают, да, они со следующего года, получается, они переходят. Смотря какое заявление, они подписали. Ну, вот если мы говорим о срочном, да? Если мы говорим о досрочном, да, о досрочном, да, то действительно они перейдут в этот НПФ в следующем году, но при этом у них будет потеряна часть суммы. Да, часть суммы. Хорошо, давайте тогда о другом. Вот если я не буду переводить, допустим, свои накопления и оставлю их, ну, как они вот сейчас есть, да, в пенсионном фонде, что с ними будет? Ну, если вы молчен, это те лица, которые у нас никогда никуда не переходили, то те пенсионные накопления, которые есть, они останутся, я уже говорила об этом, никуда они не денутся, они не сгорят, они не перейдут в страховую пенсию. Они продолжат инвестироваться там, где сейчас находятся. Но со следующего года все страховые взносы, которые платит работодатель в пенсионный фонд, они не будут уже делиться на страховую, на накопительную, а будут все уходить на финансирование страховой пенсии. Еще важный момент. Сейчас очень часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда то у нас банки закрываются, то отделение. Не может ли такого случиться с пенсионными фондами частными, да, какими-то? И что будет в этом случае с накоплением, если люди уже туда вложились? С этого года у нас начала работать система гарантирования прав застрахованных лиц. Она как минимум гарантирует получение номинала. То есть то, что за вас заплатил работодатель, вы обязательно получите при выходе на пенсию. Но это при самом худшем раскладе. А так, в принципе, у нас агентство по страхованию вкладов, оно также гарантирует возмещение, восполнение части инвест-дохода, которые заработали ваши средства. Поэтому совсем без ничего вы не останетесь. Это уже хорошо. Можно ли отследить как-то работу этих МФФ? Есть ли какие-то рейтинги? То есть вот если человек заинтересовался, он может ли как-то проверить информацию, которую ему сообщили? Да, конечно. Есть множество сайтов. Один из них «Пенсия Маркет». Он такой более удобный. Там различные рейтинги публикуются. Можно проверить, насколько эта фирма добросовестна. Да, можно рейтинг посмотреть по доходности, по количеству клиентов МФФ, по количеству средств, которыми он владеет. И последний вопрос по поводу горячей линии. Насколько я знаю, работает такая и будет отвечать, собственно, если вдруг поступят звонки по сегодняшней тени. Да, конечно. Звоните по любым вопросам, ответим. То есть линия Пенсионного фонда, она всегда будет отвечать на эти звонки. Ну, что ж, я думаю, что предупрежден, значит, вооружен. Искренне хочу надеяться, что вот те, кто сегодня услышали нас, они хотя бы как минимум начнут задумываться над тем, куда свои деньги вкладывать. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости и рассказали. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня с гостями была Елена Дорофеева, начальник отдела организации учета процесса инвестирования отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Амурской области. Вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Спасибо. 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 Спасибо.